Лето вступает в свои права и неизбежно, кроме традиционных радостей, приносит и не менее традиционные беды. Едва ли не каждый день тонут в водоемах республики люди. Очередной подобный случай произошел возле поселка Юдина. Тело обнаружили рыбаки и долго переживали по этому поводу. Рыбачили то там, то здесь. Ну вот так в прошлом году постоянно здесь рыбачил. В этом году второй раз выпал на лодке. Вот, пожалуйста, рыбалка накрылась медным тазом. Диссертационный скандал разыгрался в Казани. Чиновницу из Минкульта обвиняют в плагиате. Кто бы мог подумать, что предметом дискуссий, далеко не научного толка, станут татарские народные боиты – стихотворные произведения. Бывший аспирант уверяет, работу он написал и отдал научному руководителю, после чего на несколько лет забросил учебу. А в этом году с удивлением обнаружил свой труд у другого человека. Свою незащищенную диссертацию он планирует защищать в суде. Ну, а ощущения какие могут быть, когда защищают, крадут твою диссертацию? Какие могут быть ощущения? Страшные ощущения. Неделя вообще изобиловала громкими судебными процессами. В череде разбирательств попадаются поистине удивительные истории. Водитель смертоносного Порша Сергей Руснак решил оспорить свой арест. Заключить подстражу подсудимого вместо подписки о невыезде судья решила после того, как Руснак несколько раз не являлся на процесс из-за болезни, не оповестив при этом суд. Адвокат протестовал, дескать, больного человека за решетку нельзя. Но, слава пенитенциарной системе, в СИЗО все болезни чудесным образом прошли. Сегодня же оглашали справку, вы, наверное, слышали, что практически здоров. Что такое практически с точки зрения медицины, я не знаю, но медик написал, что он практически здоров. Верующие тем временем тоже готовы дойти до суда. Жители поселка Салмычи пытаются отбить у местных властей церквушку. Сейчас о культовом объекте мало что напоминает. Но, как выяснилось, именно это здание до 1941 года было святой обителью. Затем его передали под хозяйственные нужды. Свято место, как известно, пусто не бывает. И сейчас здесь находят приют бродяги. Как бы то ни было, местные жители образ церквушки хранят в памяти. Фотографии храма не осталось, зато свежи ностальгические воспоминания. Клокол не было, а сам вот оттержень-то. Мы прыгнем на него и качаемся. Потом упадем, у меня весь язык в храмах. Я упадаю, что не упадаю. Разруха у нас, как водится, не только в головах и храмах, но и в сортирах. Жители Казани после капремонта обнаружили, что унитазы им заменили на детские. Что это за задумка такая, люди поняли не сразу. Но в версию, что на сантехнике банально решили сэкономить, даже и верить не хочется. Возможно, ремонтникам просто хотелось, чтобы люди были ближе друг к другу. Вот мы, извините, я присяду и вот здесь. Скоро мы будем узнавать друг друга по пятой точке. Поначалу маленькие нужники вводили видавших виды обитателей общаги в ступор, но голь на выдумке хитра. Стыдно признаться. Ходим в майонезное ведро с крышечкой, ставим ведро его чуть побольше и выливаем в унитаз. В третьей столице шел 14-й год 21 века.